Гигантские размеры, острое зрение, невероятная сила и смертоносные когти, которые не оставляют шансов даже защищенным противникам. За свою уникальную окраску и свирепый нрав этого пернатого охотника называют воздушным леопардом. Привет друзья, вы на канале время с пользой и герой сегодняшнего выпуска – боевой орел. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс Дзене, ссылка будет в описании. Боевой орел – один из крупнейших орлов в мире. Размах крыльев самок может приближаться к 2,5 метрам, а масса нередко превышает 5-килограммовую отметку, совсем как у дальнего родственника беркута. Этих птиц можно встретить на большей части африканского континента к югу от Сахары. Местные саванны полны крупных и опасных хищников, но боевой орел нашел свое место даже в столь суровых условиях. Этот огромный охотник может заметить потенциальную добычу с расстояния 5 километров, поэтому ближайшим соседям стоит почаще смотреть наверх. Конечно, взрослые бородавочники слишком серьезные противники, но детеныши вполне подходят для обеда. Достаточно выждать момент, когда родителей не будет рядом. Внезапная атака и малыши бросаются в рассыпную. Все, кроме зафиксированной цели, у которой, несмотря на все старания, уже вряд ли есть шансы спастись, ведь лапы боевого орла с 5-сантиметровыми когтями – одни из самых мощных в мире. И достаточно сжать их в полную силу, чтобы усмирить даже самую несговорчивую добычу. Однако хищник не теряет бдительности и успевает следить за происходящим вокруг. Пробегающая мимо семейства спугнула птицу, но дело уже сделано, и ей остается лишь переждать опасность и неспешно вернуться за своей добычей. Подобным образом внезапная атака орла может унести жизнь детеныша газели. Стревоженная мать замечает пропажу и бросается на защиту, но орел настолько огромен, что даже не собирается отступать. Расправив крылья, он без боя отстаивает свое право на добычу, и 20-килограммовое животное вынуждено отступить. Но вновь увидев своего пропавшего детеныша, газель бросается в атаку, хотя становится уже слишком поздно. К тому же даже невысокие кусты позволят хищнику спокойно насладиться трапезой. В жаркой африканской саванне нашлось место не только крупным животным. За счет развитых рефлексов и коллективного образа жизни сурикаты заняли прочное место в экосистеме. Они умелые охотники, но здесь такой хищник всегда может стать добычей, и боевой орел – худший кошмар этих зверьков. Но поймать их совсем непросто. Темный мех вокруг глаз, подобно солнечным очкам, защищает органы зрения от солнца и уменьшает блики. Поэтому, пока члены клана заняты поиском пищи, назначенные часовые постоянно сканируют небо на предмет угрозы. И стоит лишь хищной птице оказаться в опасной близости, как поднимается тревога, и все дружное семейство моментально бросается в недоступное для огромных когтей место. Здесь бдительность никогда не бывает лишней, поэтому на открытых пространствах даже боевой орел имеет немного шансов на успех. В поле зрения крылатого хищника попадают не только млекопитающие. Грозная птица не прочь перекусить другими пернатами, а с учетом размеров, на чеку стоит быть многим дальним родственникам. При весе свыше одного килограмма цесарки становятся привлекательной мишенью. Они живут стаями и полагаются на бдительность соседей, однако в случае паники эти птицы делают ставку на бег, а в воздух поднимаются с трудом, что облегчает задачу внезапно появившемуся хищнику. Это довольно сильная пернатая, но хватка орла не знает пощады. Он не разожмет свои когти до тех пор, пока жертва будет подавать признаки жизни. От подобной участи не защищены и более крупные крылатые соседи. Например, часто жертвой охотника становятся белые аисты, которые весят до 5 килограмм. Поеданию такой добычи предшествует тщательное избавление от перьев, поэтому перед трапезой проходит довольно много времени. Не остаются без внимания и присмыкающиеся, а в особенности вараны, которые населяют значительную часть Африки и вырастают до солидных размеров. Учитывая невысокую скорость и отсутствие защиты от мощных когтей, они становятся легкой добычей, для поимки которой не требуется особой скрытности и специальных навыков. Поэтому неспешно поглощаемую рептилию можно часто увидеть в цепких когтях огромной птицы. Однако порой эти создания весят столько же или даже больше орла, что может превратить атаку в нежданное путешествие. Этот белогорлый варан не только перенес нападение, но и смог протащить своего обидчика через дорогу. Однако в таком положении ящер так и не смог воспользоваться мощным хвостом, поэтому неспешная прогулка с огромным пернатым хищником на спине стала последним путешествием в его жизни. Конечно, мастерство совершать столь смертоносные налеты не приходит с рождения, и молодые орлы вынуждены постепенно постигать науку. Но этот охотник решил сразу попробовать силы в борьбе с антилопой, которая, чувствуя неуверенность птицы, вместо побега решает дать отпор. Ни одна из попыток не принесла успеха, в итоге невероятная смелость копытного позволила отогнать незваного гостя. В Африке не стоит расслабляться, даже если ты самый зоркий, ведь здесь обитают невероятно скрытные охотники, поэтому и боевой орел может запросто превратиться в жертву. Этот леопард наглядно показывает судьбу зазевавшейся птицы, которая моментально погибает в объятиях мощных челюстей. При этом охотник, похоже, не собирается обедать. Скорее всего, это была мера предосторожности для защиты собственного потомства. Однако основная угроза для столь величественных птиц исходит вовсе не от хищников. Привычка охотиться на домашний скот сделала этих орлов, пожалуй, самыми преследуемыми пернатыми со стороны человека. Хотя вред от них значительно преувеличен, за последнее столетие популяция птиц уменьшилась во много раз, и сегодня столь могучие и уникальные представители африканской саванны находятся под угрозой исчезновения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!